Омикрона бояться надо. Мы знаем, что он гораздо более липучий, чем Дельта. Мы еще не знаем, насколько люди, которые болеют этим вариантом вируса, болеют тяжело и умирают. Должно пройти время, пока мы это узнаем абсолютно точно. Хорошая новость заключается в том, что третья вакцина, третья доза вакцины очень хорошо защищает и от омикрона, и от Дельты. Пациенты с хроническими заболеваниями, скорее всего, не болеют чаще, они болеют тяжелее. Люди, у которых астма, у которых диабет, сердечные заболевания, эти заболевания могут утяжелить ход болезни ковида. То есть они заражаются так же, как и остальные люди, но их болезнь будет протекать более тяжело. Вакцинация — это единственный способ, как мы можем уменьшить или полностью избавиться от пандемии. То, что мы хотим сделать в итоге, мы хотим, чтобы у нас ковид был такая же болезнь, как, скажем, грипп, чтобы было чуть больше, чуть меньше по сезонам, но чтобы это не был такой пик активности, пик смертности, как у нас сейчас, когда у нас эпидемия. И единственный метод, как можно это сделать, это вакцинировать по возможности большее количество людей. Вакцины абсолютно безопасны. Их для начала проверяют в клинических испытаниях. И клинические испытания вакцин — это десятки тысяч людей. Например, Pfizer проверяли на больше, чем 40 тысяч людей. Сейчас, на сегодняшний день, привито всеми вакцинами несколько миллиардов человек по миру. И начало прививок уже год назад. То есть мы знаем, что за год мы не видим никаких побочных явлений, которые бы не были изучены во время клинических испытаний. Так что вакцина полностью безопасна. Побочными эффектами вакцины наиболее важным из них является миокардит или перикардит. Но мы знаем, что миокардит, например, появляется у одного человека из 600 тысяч. Но шанс, что вы будете именно тот один на 600 тысяч, у которого появится миокардит, он очень маленький. Все остальные побочные эффекты от вакцины, они менее опасны. Температура, например, это не побочный эффект. Это нормальная реакция на вакцину. Миокардит, который, да, он есть и является побочным эффектом, он тоже очень быстро проходит в течение одного-трех дней. И это не что-то такое, что может привести к смерти. Смертность и миокардит как таковой гораздо выше при болезни ковидом, в 40 раз выше. Вакцинированные тоже могут переносить ковид на других людей. Они тоже могут заражать других людей. Но если вакцинированный человек заболел ковидом, в первый день вирусная нагрузка, так называемая, она у него такая же, как у невакцинированного человека. Но антитела начинают действовать и начинают работать и убивать вирус. И поэтому уже со второго дня вакцинированный человек менее заразен, сравнивая с таким же, но невакцинированным. Через 4 дня вакцинированный человек практически не опасен для окружающих. А у невакцинированного наоборот. Вирусная нагрузка, вирус размножается, антитела его не убивают. Вирусная нагрузка только растет. И до 7-8 дня вирусная нагрузка будет расти, и невакцинированный человек будет заражать других. Вакцинированный через 3-4 дня уже перестает быть опасным вообще. Когда человек переболевает, у него возникают антитела к болезни. Но известно уже, что антитела, которые возникают после болезни, это антитела к всему семейству коронавирусов, не к нашему специфическому COVID-19. Вакцина, она специфична для COVID-19. Она придумана специально против него. Так что, безусловно, люди, которые переболели, они должны вакцинироваться тоже. Врожденного иммунитета к COVID-19 не существует. Для того, чтобы у человека был врожденный иммунитет, его мать должна передать ему эти антитела. Поскольку у взрослых людей такой возможности нет, что мама переболела ковидом, ковид появился только в 2019 году, нет никаких шансов, что у вас есть врожденный иммунитет к ковиду. Единственное, что может быть, это дети, которые родились сейчас, и их мамы привились во время беременности. Тогда у мамы есть антитела, у ребенка тоже будет антитела. Во всех других случаях врожденного иммунитета не существует. Мы не знаем, почему одни люди болеют тяжелее, одни люди болеют легче ковидом. Конечно, всякие дополнительные болезни, всякие сопутствующие болезни, они утяжеляют болезнь ковидом тоже. Такие, как, например, сердечные болезни, как астма, как диабет. Но мы знаем, например, что есть гены, которые кодируют тяжелое протекание болезни, тяжелое течение болезни. Например, есть ген, который кодирует Альцгеймер, и одновременно с этим кодируют тяжелое течение ковида. Это только один из генов, про который мы знаем. Мы не знаем, есть ли он у нас внутри, поскольку никто не делал себе полный генетический анализ. И мы не знаем, есть ли другие гены. Поэтому лучше не болеть вообще. Мы очень надеемся, что пандемия, то есть эпидемия мирового масштаба, когда-нибудь закончится. Мы очень надеемся, что вирус будет в так называемой эндемичной стадии. То есть он все равно все время будет с нами. Он будет как грипп. Чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше, но не будет умирать такое количество людей от ковида, как умирает и болеет тяжело сейчас. Но для этого, безусловно, надо вакцинировать максимальное количество людей. Достоверную информацию получить довольно трудно. Если мы ищем в интернете, то мы можем найти абсолютно все, что угодно. Мы можем найти информацию как за прививки, так и против прививок. Главное, набрать нужные слова, которые нас интересуют. Поэтому то, что я бы посоветовала, я бы посоветовала следить за официальной информацией, которая есть, которая доступна из официальных источников в Латвии. По крайней мере, вы точно будете знать, когда вы можете получить свою третью прививку или привиться вообще, чем конкретно, где и так далее. Это то, что важно. Даже если человек переболел ковидом легко, это не значит, что все прошло, что все хорошо. Потому что уже сейчас известно, что от 10 до 50% людей, которые болеют ковидом, у них возникает так называемый лонг, ковид, длительный ковид. То есть какие-то последствия болезни сохраняются, уже мы сейчас знаем, что до года. Мы просто не знаем, дольше сохраняются или нет, поскольку ковид довольно молодая болезнь еще. Но это может быть и так называемый мозговой туман, brain fog, когда человек не запоминает то, что он сказал буквально пару минут назад, когда у него затуманено сознание. Это может быть проблема желудочно-кишечного тракта. До 6 месяцев вирус сохраняется в желудочно-кишечном тракте. Разумеется, проблемы с легкими. И всякие другие проблемы, которые не хотелось бы, чтобы человека были, поэтому даже легко, желательно не болеть. Во-первых, вакцина. Вакцина, еще раз вакцина. И третья доза, конечно же, должна быть как первое защитное мероприятие. От ковида. Маски, особенно FFP2 и N95 маски, которые работают по принципу паутины. То есть ковид не просто фильтруется там, он там залипает и умирает вот уже на внутренней поверхности маски, прилипшим, как муха в паутине. Кроме того, надо обязательно проветривать помещение. Чем больше СО2 в помещении, чем больше вы выдыхаете воздуха, тем больше концентрация вируса в помещении. Частое проветривание может снизить концентрацию вируса. Если это большие помещения, где много народа, например, школы или какие-то другие предприятия, то там хорошо бы установить фильтры, хепафильтры. Это тоже может очень помочь. И если вы плохо себя чувствуете, то, пожалуйста, не идите на работу, останьтесь дома. И проверьте себя быстрыми тестами, они есть в любой аптеке и даже в супермаркетах. Проверьте, что вы не больны ковидом. И только после этого идите на работу. Тесты почти не ошибаются в положительных результатах, чаще ошибаются в отрицательных. Сделайте несколько тестов, чтобы быть уверенным. Я бы пожелала им быть более активными на это Рождество и на Новый год, особенно почаще выходить на улицу, на свежий воздух. Безусловно, если вы хотите встретиться со своими родителями, пожилыми родственниками, то лучше это делать на свежем воздухе, это будет более безопасно. Использование масок, когда вы контактируете внутри помещений, хороших масок, FFP2 или N95, тоже, конечно, обязательно. Ну и не болеть. Постарайтесь до Нового года вакцинироваться третий раз, если у вас подошел срок и вам разрешено. Это все-таки даст большую защиту, в том числе и от омикрона, и от существующей в нашем обществе дельты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok